Доброе утро! И спокойной ночи, да? Вот так правильно, да. Тоже хочешь проводить брата? Мой папу. Ну, давайте. Пошлите, папа. И я иду, иду с вами. Забегай, а ты тут свежо. Забегай. А вот и яблоки наши. Это то, что нижний самый ярус. Он уже, наверное, и сухой. Так, я его шевелю. Потому что он тут чуть-чуть прилипает. И сейчас посмотрим, что там с верхним. А верхний вот, почти сырой. Немножко по краям только подсохло. Так что сейчас будем все менять местами. У нас с утра, как всегда, домашняя работа. Сначала берем что? Черновик. Ну, как ты не хочешь, Гриш? Ну, давай напиши сразу все в чистовике. Давай-ка. Что, упражнение три, да? Второе? Да. Упражнение три, да? Второе. Ну вот, спиши слова. Ну, почитай задание третье. Спиши слова, измени их по образцу. Подчеркни в словах сочетания. Чаще. Образец. Молчу, молчать. Я молчу. Что делать? Молчать. Ну, я молчу, тире. Пишешь, молчать. Давай, домашняя работа. Все, здесь задан вот, что делать? Ну, все, прости, пожалуйста. Ну, все, придешь, покажешь. Договорились? Хотя бы первое? Нет, да все ты сделаешь. А что здесь? Я молчу, молчать. Ну, давай дальше. Разберем все. Устно, без... Ничего не пиши пока. Дальше читай. Стой. Гриш, я тебя не буду ждать. Мам, ну надо написать же. Не, ну так давай, я говорю, устно разберем. И ты будешь все потом писать. Потому что у меня тоже есть дела. Сейчас. Да, давай. Неаккуратно написал. Ладно, это ж черновик. Ну и что теперь? Давай, читай дальше. Второе. Я навещаю. Что делать, ты не пишешь. Что делать? А сразу... Я навещаю. Транскрипцию вот это надо? Ничего, никакое. Это не транскрипция, это скобки. Я навещаю. Ну, что делать? Навещать. 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 Я кричу. Кричать. Да. Я стучу. Стучать. Ну все, дальше ты понял. Я изучаю. Изучать. Я обещаю. Обещать. Ну вот так. Просто без я тут писать. Да, здесь, да, во втором. Очень легко. Мы уже навязали. Это сколько? Мы 120 штук, да? Две коробочки по 60. Все, я пошла пюрешечку. Понимаете? Так, пюре начищено. В общем, картошка на пюре. Перелила уже кизиловый компот в холодильник. По графинам разлила. И оставила немножечко на столе, чтобы так можно было пить. И не заболеть. В общем, этот теплый компот. Все, ждем, пока картошка сварится. Сейчас без 20. Так что к обеду как раз все будет готово. Посолила хорошенечко. И все варится. Так, маму тут угостили редиской. Вот такой обычный домашний. Будем сегодня делать салат с редиской, с огурцом и с яйцами. Так что оставила вариться яйца. Сейчас еще крышечкой накрою домашние. Посмотрите, какие они огромные. А дети поехали в магазин сами. Тут он недалеко у нас. Так, ну что, мальчишки мои приехали с магазина. Антош, ну давай, делай. Он тебе даст потом еще чуть-чуть огурцы. Так, мальчишки приехали с магазина. Как вы съездили, расскажите. Антоше не очень понравилось. Не понравилось? Нет, ты... Да, накрою. А что, тебе не очень? Трудно? Ну, сложно. Расскажи, все правильно. Дальше. Клади, надо селить. Да, трудно. Трудно в магазин ехать? Да. А почему? Ну, в первый раз... Нет, на ме маленькие. Что, в первый раз трудно? Ну да. У меня тоже такое было. Ой, ему надо больше на велике. Он же на этом, на желтом, на маленьком ездил. Было неудобно, да? Ну, а это... Куда вы ездили? В какой магазин? Ну, сначала заехали в этот... Ларек. Там купили этот... Майонез. А майонез и... Укроп. Укроп, да. А потом заехали в люкс, купили огурцы. Ты слушался, Антош, говоришь? Да. Не, ну, когда я ему говорю, вот мы едем, две бочины жарят. Я ему говорю, сворачивать, и он потом едет. Угу. Ну, все нормально. Я ему говорю, где легче ехать будет. Угу. А так все нормально, да? Так все нормально. Мама, ты большая? Да, сейчас мальчики делают салат на Найсере-Дайсере. Яйца у нас. И вот здесь вот еще огурцы. Найсер. Прайсер. А здесь еще огурцы и редиска. Сейчас все порежет по очереди. Огурцы я. Ты один, я одно яйцо, и он один огурец. А там все остальные огурцы я. Да. Надеюсь. Я же на вас надеюсь. Григорий уже начал обедать. Сейчас вот 11. Потому что мы вышли в школу. Да. Во вторую смену, да? Вот в второй смене можно прогуляться до обеда. Угу. А в первой нельзя прогуляться. Сразу проснулся. Получил уроки и все, и пошел в школу. Не, в первой смене сразу пошел в школу. Уроки надо вечером учить. Да. Сразу не надо. Да и не прогулялся. Даже до... Как? А в третьей смене докуда надо? А третьей смены нету. Ну, тоже в третьей класс. Тоже во вторую смену. Так, опять машина загружена петрушкой. Мам, сейчас... Ой, десяточку забуду. Пока, мам. Все, пока, сынок. Так, все, я уже дома. Ехала опять в индейку, в магазин. Купила что-то типа гуляша из индейки. Это будет завтра картошка с мясом и крылышко. А это не наши, это Гриторикова. Я свое уже все заплатила. И одно крылышко на лапшу. И капучино попробовать. Так, сейчас будем с мамой пить вот такое вот капучино и вот это вот шоколад. В маленьком пакетике был сзади. Ты попробовал тоже? Ага. Мама, уже пообедали с папой. Теперь моя очередь обедать. Пюре, я буду с индейкой. Мама, я же не разрешаю. Там пучино пить. Да? И салатик, который уже дедки сделали. Это дедушка мне разрешает. Дедушка тебе все разрешает. То, я буду коврить, я сделаю себе и все. Антоха подождал, пока растает чуть-чуть его мороженое из растишки. Да. Это же Гриша. Да, это же Гриша на рисунке, но по литературе на казачью тему, да? У нас же было 80 лет в Краснодарском крае. Да. И у тебя тоже в садике было, да? Покажи, что ты поймал. Бабочка? Желтенькая? Привет. Да, и на этот год в расписании уроков. Да ты что? Вот хорошо. Сразу записали на следующую неделю. В дневнике на все, да? На всю неделю? На весь год сразу записали. Да. Ну как ты? Где опарыши? Все в сменке. Они там хоть не расползутся сейчас? Я не знаю, если что, я зачем и положил им в сменку. Если что, тапочки. Будем собирать, да, опарыши по сменке? Ничего, пособираем. Ну что там сегодня, все в порядке? Да. Кормили? Угу. Что давай будем? Селедка и пюре. Селедка и пюре? И опять у нас дома пюре, да? Револь, молоко дали? Нет. Там уже, это, позавчера давали. Серега принес, к тысяче, чтобы она. Ну, к вам по-другому идешь. Тогда у нас тоже по пятницам давали, а сейчас еще дали. И это, еще там фотограф, это, фотографии там, это. Ну, потом, если фоткаться, приехали. Удал образцы, иди. Покажешь-то? Да, возьмем. Да. Да. Ну, иди кушай. У меня все закрыто. У меня все закрыто. У меня все закрыто. У дикушек, ты мне надо. У меня не большой закрыт. У кого из музыкантов у меня не нравится. У кого? Ну, это мне нужно парише, да? Так, это червя. Червь тоже нужная штука. Это если на этого рыбалить. На... на этого. Так, я сейчас открыла грища кукурузу, и он будет делать приманку для рыбы, подкормку, прикормку, не знаю, как это правильно называется. В общем, баночка кукурузы ему нужна. Я сейчас это приманку готовлю, пойду брошу для рыбы. Сейчас еще земли, да, Кина? Ну, я не знаю, как, что ты там тебе папа рассказывал? Ну, все, ее надо, это, чтобы же хватит, размочилась же. Что там у тебя внутри-то, расскажи. Кукуруза, да? Не, наверное, еще надо намочить. Ну, надо чуть-чуть водичкой подлить и прям хорошо перемешать. Не, нужно, наверное, мокрое. Еще хорошо вымешиваешь, чтобы влага везде. Оно же должно как-то лепиться. Что тебе там папа рассказывал? Лепится. Так что ты туда положил, расскажи. Фураж молотый. Кукуруза и чудеса. И все. Так, ну что, я переложила все яблоки. В общем, из ведра яблок получилась трехлитровая банка. И еще вот такое вот полное майонезное ведерко. Вот так вот. Сейчас это все в кладовку понесу. Так, пока светло еще на улице, я нарвала пол миски кизила. Здесь внизу собраны, а сверху уже начала даже рвать, потому что он очень быстро осыпается. Завтра еще будем продолжать. Ну, не знаю насчет завтра, потому что завтра дождь у нас обещают. Но сегодня вот так вот буду мыть вечером, замораживать. А Афонька где? Там? Мама, учим. Вот там вот Афонька. Да? Спиннер! О, вот про этот спиннер я тебе и говорил. Помнишь? Блин, они помутятся. Заржавел. Мама, вот такие плохой марки. Они не плохой марки, сынок. Если бы они не валялись везде, они бы были отличные марки. Я его вон там под кустом нашел. Не, ну это ж все равно он-то валялся. Это ж не то, что он такой продавался, правильно? Он столько это... Мама, глянь ты на это, на железку посмотри. Угу. Вот это? Да, это я тогда рисовала. Это значит написано вот идти вниз. Газон вообще-то. Вот газон, газон косить. Газон косил. Газон снизу типа. Да, не знаю, когда мы будем косить газон, у нас же поломалась газонокосилка. Надо, наверное... А, так вот так вот вручную. Да? Вот, смотрите. С палками, видимо. Апоня, аккуратно здесь... Ой, Антош, аккуратно здесь Апоня. А то, что, кстати, почему бы и нет? Нет, не надо, Гриш, ты его сейчас только так повыдираешь. Не надо. Да. Мастер, ты слышишь меня? Сейчас мы тебе тут всё съемлюсь. Угу. Так, ну что, мы на карате уже. Я траву с палисаденька вынесла. All be back. Как-то вот это салат. Так надо, конечно, их протереть. Всё, поехали. Время. Сейчас приехали с карате. Купила вот такой кнор для макароны. Ну, в общем, можно в любой соус добавить, любую подливу. Это в агрокомплексе. Купила ещё ветчину с говяжью. И сыр купила! Дети! Хочу блинчики завтра на завтрак с ветчиной и сыром. Да, ещё. У нас подставка. Да, у нас подставка. Она попалась вот в таком вот завтраке сухом от Космостарс. Они вот такие вот. Вот такие две разные. У нас вот такая. А есть ещё вот такая. А, четыре их даже вида. Вот она такая. Четыре вида. Вот это мама пришла с тренировки. Себе взяла... А, то есть у неё сегодня отмазка. Если она... Если она это... Вот типа не тренировалась, то значит... То есть молодец. Это примерно... Сейчас чуть-чуть больше шести. Время. Чуть-чуть больше. Или ещё до шести не дошло. Либо чуть-чуть после шести. Так, ну что. Я ложусь спать позже всех. Уже в 12 часов. Потому что нам завтра на тренировку на карате. По карате. В Денскую. И надо было постирать кимоно. Чтобы оно успело высохнуть. Поэтому я его ждала пока достирается. Пошла вывесила. Вот. Сейчас уже 12 часов. Так что иду спать. Всё. Всем пока.